Здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить о мифах и стереотипах, связанных с концепцией общественной безопасности. Третий пункт, как правило, выдвигается со стороны людей, считающих себя православными. Это стереотип о том, что сторонники поп воюют с православием. Авторский коллектив ВПССР изначально не был настроен, как и сейчас, собственно, не настроен, враждебно по отношению к иерархам РПЦ. Наоборот, были попытки выстроить диалог, и была написана работа о вопросе митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви. Однако и митрополит, и остальные иерархи проигнорировали эту работу и не пошли на диалог, не желая отвечать на поставленные вопросы по существу. Мы же всегда открыты к диалогу по совести и никогда не призывали к никаким конфликтам и нападкам. Каждый должен сам решать, во что ему верить. У нас есть много вопросов, связанных с так называемыми священными писаниями. Но опять же, каждый волен самостоятельно прочитать книги авторского коллектива, наши статьи, открыть священные писания, зайти на сайт РПЦ, почитать, что пишут иерархии и составить свое мнение по рассмотренным вопросам. Как я уже сказал ранее, критиковать какую-то систему взглядов можно только поднять же в своей мере понимание выше. Не прочитав первоисточников, это сделать невозможно. Мы считаем, что во всех конфессиях есть адекватные люди. И рано или поздно нам придется приходить к диалогу и взаимопониманию. Церковь может сыграть огромную роль в деле преображения нашего общества в справедливость. Так что не надо навешивать ярлыков, сгребать всех в одну кучу, но и лицемерить, и закрывать глаза на очевидные несурадости тоже не стоит. Если мы говорим о новой глобальной концепции, то мы с вами должны понимать, у нас не может быть вообще противников. Все, кто вокруг нас, это наши союзники. Только нужно грамотно вписать их в эту глобальную стратегию. Причем там же везде есть люди праведные и благородные, и порядочные. Великая заслуга, во-первых, сама лексика – православие. Смысл – православить. То есть это уже, как говорят, как корабль называешь, он рано или поздно так и поплывет. Так вот, миссия русской православной церкви состоит в том, что в нас жестокий век, помните, Некрасова, жестокий век, век крови и меча. На трон земли-то посадил банкира, героем сделал палача. Так вот, в этот век сохранить представление о Боге – это очень непросто. Очень многим хотелось бы, чтобы какой там Бог, ну, у барана или у свиньи. Вот хотелось бы, чтобы… Так кто это сохранил? Сохранил это, сохранила это православная церковь. То есть у нас есть представление о Боге и есть то, что сегодня проявляется – вера в Бога. Но 21 век, и вот та идея, которую мы разрабатываем, она говорит о необходимости перехода с уровня веры в Бога к вере Богу. И вот вера Богу, она должна быть в равной мере характерна для представителей любой конфессии. И для мусульман, и для уйдеев, и для православных, и так далее. Вера Богу, единому для всех живущих на земле, она предполагает изменение человека. То есть если человек верит Богу, не в Бога, потому что если верит в Бога, ну да, что-то там есть. А если верит Богу, то он начинает менять свою собственную жизнь. Он говорит о чем? Я верю Богу, и я знаю, что если я буду жить по-божески, то Бог будет осуществлять водительство надо мной. Но тогда надо, значит, менять себя. Работа над собой самая сложная. А жить по-божески что такое? Не причинять вреда себе. Не причинять вреда окружающим тебя людям. Не причинять вреда мирозданию. То есть человек меняется. И поэтому мы ничего не должны отрицать. Мы просто должны развивать дальше. Шаг за тобой. Больше дальше жить нельзя, ведь жизнь проходит зря. Не забудь, первый адвокат, твоя совесть. Я вижу тех, кто поддерживает наше мнение. Хорошо. Мы имеем с ними те же самые стремления. Ну вот и хорошо. Я хочу на веки быть человеком. А хорошо быть человеком. Просто здорово. Действительно, быть человеком – это самое важное.